И всем доброго времени суток, ребята. Вот сегодня делал я в этом типа камин, типа буржуйка. Вечером пожарил сосиски, но не в гараже я его выносил на улицу. Сейчас остались угли и поставил сюда, пусть немножко воздух прогреется. Ну так, теперь новости по разводню. Вот отловил из этого бассейна. Здесь у меня чуть-чуть барбусов оставалось. Отловил я, сейчас покажу, куда я их перенес. Сейчас идем на разводинку. Вот я их отловил. Ребята, вот смотрите, как определить самца и самку. Даже когда, вот видите, ярко-красные спинки, это самцы. Чуть побледнее, это самочки. Видите? То есть сейчас я наглядно вам покажу самца и самок. Вот я поймал самца. Вот я его закину. Видите, как он отличается цветом? Он конкретно отличается цветом от самок. Так, это у нас самец. Самца мы вот откидываем вот сюда. Так, сейчас я их подкидываю и вам покажу. Вот я сейчас буду отлавливать и запускать сюда именно самцов. Так, сейчас я накрываю. Самцы, ребята, более красные и у них более вытянутый корпус, чем у самок. Вот поймала себе самочка. Тоже очень похоже на Солнце, сейчас мы его скинем для сравнения. Когда меняешь среду воды, сам рыбка меняет чуть-чуть цвет, встает более блеклая. То есть на адаптацию нужно немножко времени. Вот, вроде бы это все самцы. Вот еще одна самочка. Вот еще самочка. Сейчас я, ребята, объясню, зачем я хочу. Просто хочу их сейчас посадить на откорм 2-3 дня и отнересить эту всю рыбку. Так, ну посмотрим. Спасибо. Спасибо. Так, ребята. Ну вот отсадили мы самцов. Вот, вроде бы все самцы. Ну вот кажется мне вот одна самочка все-таки попалась. Ну посмотрим. Вот они как только кушать начнут, сразу покажут. Вот это, по идее, должны быть самцы. А это вот, то есть видно разницу, это самочки. Самочки более бледные, более желтоватые. Самцы более красноватые. Так, по петушкам. Ни одна пара петушков, ребята, не отнерестилась. Гнезда вот такие понастраивали и тишина. То есть самец самочку не обжимает. Здесь вот я еще оставил самца и самку. Ну а этих самцов я отсадил. Сейчас покажу, куда. Отсадил я их, ребята, вот сюда. Вот. Вот сюда. В это вот ведерко зеленого. И вот этого. Этот самец, видите, он немножко спинку себе травмировал. Обогреватель. Дал ему чуть лекарства, пусть сидит. Сюда я поставлю этот аквариум троксикционный. Для самочек на откорм. Так, этот аквариум, ребята, я тоже хочу освободить. Вот сейчас я этот аквариум выловлю всю скалярку. Уберу отсюда скалярку, закину ее пока мы в бассейн. Так. Этот аквариум, вот, ребята, полидарин я разобрал. Вроде бы здесь рыбки нету. Ну, может где-то что-то есть. Я вроде бы и в лане, вот, есть еще одна вот скалярка. Я же помню, что было где-то их четыре скалярки. Вот. Вот видите. Ну, что-то маленькое. Оп. И эта скалярка у нас, ребята, идет вот сюда своим карифаном. А этот аквариум, вот, я сделал этих раков флоридских. Вон, видите, рак, у него откушенные клешни. И откушенные уже где-то неделю. То есть два пальца им откусили. А откусил вот этот вот, что под корягой лежит. Вот. Он сегодня сцепился еще вот с этой самочкой. Они сцепились. Ну, непонятно, что там у них было. То ли они... А, кстати, может они оплодотворялись. Вот этот самец и вот эта самка. Я их разорвал. Думал, что, короче, они друг друга хотят сожрать. Ну, неважно, успели, может, не успели, не знаю. Вот. Так, ребята, по поводу вот этой самочки АКР. Я сейчас не хочу ее беспокоить. Вот она у нас там, в гнезде сидит. Да? В домике, из-под кирпича. Вот. Я сегодня уже смотрел. Там видно глазки у маленьких рачков. Вот. То есть все там у них хорошо разживается. Их очень мало, но есть. Так. Здесь все хорошо. Жора сидит в домике. И у Жорики. У Жорика, ребята, увидел я, вот видите, на клешне. Где клешни? Да? Не красный коготь, а вот другие клешни. Вроде бы тоже, как кто-то пообламывал ему клешни. Именно концы. Вот видите? Вот. И непонятно, вот именно непонятно, что это такое. Вот. Если посмотреть. Вот старый клешня, вон рядышком возле домика. Там нормальные пальцы. А здесь какие-то они недоразвитые у него. Вот. Эта клешня, это то, что он полинял. Старый хитин. Я не выбрасываю, может он его съест. Чувствует Жора себя хорошо. Все у него чудесно. Все у него отлично. Вечером вылазит. Вот. Сейчас он вылезет. Вот видите, сейчас хорошо видно клешни у него. Вот. Сейчас попробую увеличить. Вот видите, клешников вроде бы надломанные. Может дрался с самкой он. Непонятно, что это такое. Вечно эти скалярки стоят. Вот видите. Ну непонятно, непонятно, но ничего. Вот. Потом увидим, что это такое. Вот такие вот новости. Здесь скалярка чувствует себя отлично, ребятки. Вот. Гутеши себя чувствует тоже вот отлично. С анциструсами. Вот. Радуются жизни. Гутеши. Вот. Анциструсы. Ребята, я думаю, нужно убирать второго самца. Потому что нереста я не вижу. Малышей я не вижу. Где-то есть. Бывает белая самка возле гнезда. Ну то есть, вроде бы нерест происходит. Но где деваются малыши, непонятно. Вот самец второй вот здесь. Вот видите. Вот рога его там. Вот снизу. Если присмотреть, присмотримся. Вот. Именно под корягой. Сейчас я попробую. Вон видите. Вот. Такие рожки черненькие. Сразу под коряжкой. Вот. Вот возле песка. Вот. Эта самочка та что старая. Вот. Видите. За ней самцы начали ухаживать. Вроде бы налаживается. Вроде бы она адаптировалась. А все почему? Начал кормить их через день дафнией. Вот. А здесь еще новость у нас. Смотрите. Вот еще икру отложили. Вот икру отложили. Вот здесь пару точек. И вот еще икру отложила. Ампугария. Небольшая такая гроночка. Но есть. Так. Вот здесь хочу еще показать. Я сегодня не кормил. Вот аулафорос. Здесь у нас, как вы помните, дафния и аулафорос. Кормлю я аулафорос вот так. Я аулафоросом не кормлю рыбок. Пока еще не кормлю никого нет. Просто вот эти мухи подлые. Вот эти мухи, ребята, они убивают культуру аулафороса. Они откладывают таких черных червячков, которые мы частенько наблюдаем. Вот. Вроде бы потопил всех. Откладывают здесь черных червей. И черви съедают именно аулафорос. Вот уже один червь плавает рядышком. Вот так вот выглядит аулафорос. Его в принципе можно перенести еще на губки, на другие и развивать. Ну я пока месть, скажем так, поймал вот так культуру, посадил и чисто экспериментирую, что с ним, как. Отлично он живет с дафней. Вот. Дафнию я одну бочку поставил на улицу, водичку. Посмотрим, что оно, как оно будет. Будем наблюдать. Так, ребята, по банкам. Эту банку крайнюю я с петушками убираю. Вот эту я убираю. Эту убираю, эту убираю. Эти две я тоже убираю. Одну банку ставлю я вот сюда. Вот, вместо этой. Вот. А вторую я не знаю. Потому что здесь я вот, рыдатки подготовил, нерестовики. Что мы будем нерестить рыбку. Водичка здесь осмос. Чтобы понизить PH, забрасываю аэрацию. Водичку. Когда ареируется вода хорошо, происходит аэрация. Понижается PH воды. Вода здесь не осмос, вода просто сфильтрованная. Вот так вот. Воздух убирают. Стучу. Вот видите, где проэрировалось воздуха нет. Насытка. Ну все. И теперь кормим, ребят. Кормим, кормим. Сейчас подкормим пару дней. Вот. И будем нерестить наших рыбок. Вот. А кстати, кто смотрит, помните, да, я делал домики для малышей. Вон я домики уже закинул, ребят. Домики и укрытия уже закинул для ручков. Вот так свет можно выключать. Вот такие новости. Перезапустил эту баночку сегодня. Так. Эти сейчас идут, не знаю, в бассейн снова. Вот. Вот такие вот дела. Немножко поработал сегодня здесь на разводник. Вот. На этом все, ребяточки. И до завтра.